Приветствую вас, друзья и коллеги! С вами Наталья Луната и традиционная минутка о войлоке. Сегодня выберем такую почти романтическую тему для разговора кружево и окантовки для войлока. Мы поговорим об этом немножко подробнее, чем в прошлом году. Я упоминала об этом в одной из минуток. И тем более был вопрос, надо ли стирать кружево и канты перед пришиванием этой окантовки на готовые войлочные вещи. Во-первых, кружево. Я использую для работы совершенно разное кружево. И знаете, я не беру синтетическое кружево. У меня либо хлопковое, либо льняное, либо иногда в других вечерних каких-то вещах я иногда использую шелковое кружево, но это такой очень высокобюджетный вариант. То есть это все материалы натуральные. И тем не менее, в зависимости от сезонности вещи, которую я делаю, я использую вот это кружево разное по качеству. Потому что на декорирование, допустим, зимней куртки или зимнего пальто в буха стиле том же самом, я возьму льняное или хлопковое кружево, но оно будет более грубое. Для декорирования летней одежды я возьму, скорее всего, английское или французское тонкое бельевое кружево. Они очень сильно разнятся по толщине вот этих ниточек, из которых сплетено это кружево. Бывает кружево ручной работы и опять-таки оно бывает совершенно разное по толщине. Да, кстати, я еще не упомянула, кружево бывает шерстяное, не только шелковое, еще шерстяное. Тоже замечательно красиво, очень это материал. Ну, в общем, когда вы используете, вы смотрите, под какую вещь это кружево надо взять. В зависимости от того, приваливаете вы его или пришиваете, это кружево может быть разной толщины, разного орнамента. То есть вот тут вариантов надо просто очень вдумчиво, очень логично так вот все оценить. Куда, зачем, сколько, для чего. То есть вот такая вот наша аналитическая работа у войлочников обязательно должна проходить. Приваливать кружево, вы знаете, в последнее время я стала гораздо меньше. Я вот в кружеве вижу работу других людей, творчество других людей. Кто-то ведь продумывал вот этот рисунок тонкий, да, заряжал это кружево в машину или плел вручную, тем более, да. То есть, ну, когда приваливаешь, все деформируется, когда вот, ну, знаете, какой эффект войлок дает, и пропадает вот часть этой красоты. Оно дает, конечно, рельеф, фактуру, но обычно все-таки для приваливания я беру либо то кружево, которое вот у меня остатки обрезочки какие-то небольшие фрагменты, иногда винтажное кружево я приваливаю, потому что в живом обычном виде оно, конечно, уже не так работает, и есть большой риск, что оно в силу старости своей, да, оно не проживет долго, если его просто куда-то пришить. Вот. Оно крепкое, хорошее кружево, да, очень прекрасно можно пришивать оборочками, просто окантовками. И, в общем, я, да, кружево, если не приваливаю, я его обязательно простирую. Ну, как простирую? Его не надо там в стиральной машинке или руками тереться. Замочите в каком-то легком моющем средстве. Дайте ему там полежать, пусть сойдут вот те загрязнения, которые наслоились, если это какие-то фабричные пропитки, пусть они уйдут в воду вместе с этим моющим каким-то составом. Ну, что это будет? Порошок, мыльная стружка, но это же все равно. Потом как следует прополощите это кружево. И, в общем, обычно перед прошиванием его надо отгладить, хорошо отгладить горячим утюгом. К работе с кружевом, к финальной отделке я готовлюсь на том этапе, когда у меня высыхает сам войлок уже после стирки, полоскания, отдыха, отжима. Вот пока идет просушка окончательная, да, вот в этот момент я себе готовлю все-все-все материальчики, которые мне нужны на отделку. И вот у меня войлок высох, вот тут я потрачу необходимое время на то, чтобы довести его до ума. И желаю вам удачи, успехов красивого вылока, при этом легкого валяния, красивых ровненьких стежочков, романтического настроения, кружево, цветов и, в общем, всего-всего самого лучшего в высшей жизни.